Кто такой Кришна? Бостон, 1971 год. Прабхупада, кто такой Кришна? Кришна — это историческая личность, но Он также является Верховной Личностью Бога. Из ведических текстов мы узнаем о том, что Бог приходит во все разновидности обществ. Бог являет Себя не только людям, но и животным. И почему Он приходит? Когда Он приходит? Эту информацию обстоятельно излагает ведическая литература. Ее необходимо изучать. Иногда люди возражают. Бог не может прийти как воплощение. Но мы не согласны с этим. Если мы говорим, что Бог не может прийти, значит, Бог становится зависимым от наших указаний. Он так велик и независим. Так почему же Он не может прийти? Если Он хочет, Он может прийти. Мы не согласны с философией, утверждающей, что Бог не может прийти. Почему не может? Если Он действительно велик, то может делать все, что захочет. Таково положение Бога. Что такое сознание Кришны? Да, это очень важно. Сознание Кришны очень хорошо описано в Бхагавадгите. Возможно, вы знаете о Бхагавадгите. Насколько я понимаю, вы читаете ее. Итак, Бхагавадгита помогает нам учиться сознавать Кришну. Сам Кришна в 9 главе говорит об этом. «Просто всегда думай обо мне. Стань моим преданным. Всегда думай обо мне. Поклоняйся мне. Склоняйся передо мной». Таковы разные пути развития сознания Кришны. Чем сознание Кришны отличается от других систем йоги? Сознание Кришны — это также система йоги. Но современная система йоги — это лишь продукт, придуманный современными атеистами. Они медитируют на нечто безличное, на пустоту. Это очень трудно. Вы не можете сосредоточить свой ум на чем-то пустом. Это только причиняет беспокойство. Об этом говорится в Бхагавадгите. Приверженцам безличной ипостаси Абсолютной Истины. Очень трудно идти этим путем. У Кришны есть разные ипостаси. Первая ипостась безлична. Вторая локализована. И третья тоже локализована, но стоит выше предыдущих. Итак, как правило, йоги пытаются сосредоточиться на безличном образе. На самом деле, они должны сосредоточиться на локализованном образе. Локализованный образ именуется Параматмой. А безличная ипостась называется Браманом. Образ личности называется Бхагаваном. Шримад Бхагаватам хорошо объясняет это. Абсолютная истина одна. Как личность, как нечто безликое и локализованное, но она одна. Однако в зависимости от видения, в начале она предстоит как безликая. Если идти дальше, то она проявляется в виде локализованной ипостаси, и, наконец, как личность. Итак, я должен сказать, что, прежде всего, современные формы йоги не совсем авторитетны. Это просто жульничество. Настоящая система йоги, аштанга йога, это практика йоги другого уровня. Ее невозможно практиковать в нынешнее время. Как Христос и Кришна связаны между собой? Это очень просто понять. Христос называл Себя Сыном Божьим, и мы принимаем Его как такового. В Библии Господь Иисус Христос говорил, что человек может поклоняться Богу только через Него. Да, это хорошо. Потому что, пока вы не получите общение с преданным, не может идти и речи о постижении Бога. Иисус Христос был преданным. Чтобы понять Бога, человек должен общаться с преданным. Но это не так, что у Бога только один преданный. Если Бог безграничен, у Него бесконечное число преданных. Такова истинная философия. Но Господь Иисус Христос проповедовал в обществе, которое отличалось от общества эпохи явления Кришны. Например, Кришна обратился к Арджуне. А Иисус Христос, Он обращался к обитателям пустыни. Их положение в жизни и их мировоззрение было иным. Итак, представитель Бога проповедует согласно обстоятельствам, согласно стране. Эти наставления были хороши для людей того времени. Они, должно быть, устремили все свои мысли на Иисуса Христа. Являлись целью сознания Кришны сектой. Любовь может вступить в нее. Могут ли христиане вступить в нее или мусульмане? Да, вы можете сами в этом убедиться. Все наши ученики из западных стран большей частью выходцы из христианских семей. Или иудейских. У нас также много мусульман и чернокожих. Мы приветствуем всех. Об этом говорится в Бхагавадгите. Хотя, с материальной точки зрения, людские общества делятся на классы 1, 2, 3. Но Кришна говорит, что любой, кто должным образом принял у меня прибежище, становится очень дорогим мне. принять прибежище, значит, принять прибежище у Кришны. Но если Кришна не присутствует лично, необходимо принять прибежище у истинного представителя Кришны. тогда каждый, кто понимает философию Кришны, поднимется до величайшего уровня понимания. на основе чего вы учите этому сознанию Кришны? Я уже сказал вам, на основе авторитета Бхагавадгиты. Например, когда вы идете в зал суда, вы должны опираться на закон. Всевышний проект www.sub.org Редактор суб.com Продолжение следует...